Я очень чётко уяснил одну вещь, этому миру абсолютно на тебя наплевать, потому что таких как ты 7 миллиардов. И все хотят внимания, все хотят успеха, все хотят быть востребованными. И ты всего лишь один из 7 миллиардов. В глобальном смысле для мира ты даже не муравей, ты незаметный, тебя не видно, собственно как и меня не видно. Мы же чётко понимаем, что рано или поздно всё закончится. Как наши мысли влияют на нашу жизнь? Они полностью её определяют. Те внушения, те психологические установки, которые мы носим с собой, полностью определяют наше мышление. Мы рабы своих психологических установок, внушённых нам в детстве. Если мы, конечно, не занимаемся саморазвитием и работой над собой, самоанализом, работой над ошибками. Что я сегодня в этот день сделал не так, а что я мог сделать лучше в этот день? Друзья, вы интересовались про зависимости? В чём фишка снять стресс? Кто-то говорит, что сигареты снимают стресс. Неужели нельзя снять стресс как-то по-другому? Заняться спортом, отвлечься, прогуляться быстрым шагом или обычным шагом? И человек курящий почему-то думает, что это его собственное решение и что никто никак на него не влиял. Ни общество, ни телевизор, ни пропаганда. Такому человеку нужно осознать, что его обманывают. А быть обманутым и ничего не делать – это выбор. Выбираться из этого состояния – это тоже выбор. По большому счёту на конкретного человека всем плевать. Он только сам в силах решить свои проблемы. Есть у него сила воли и характер, чтобы победить это. Чтобы взять под контроль свои мысли и свои действия. Теперь дальше. Мы же всегда о чём-то думаем. Всегда идёт внутренний диалог. Мы не можем ни о чём не думать. Под влиянием мыслей меняется гормональный фон и запускаются те или иные биохимические процессы. То есть наши мысли напрямую влияют на наше самочувствие. То, что мы употребляем в пищу, также влияет на гормональный фон. Допустим, человека обидели – и он обиделся. Его обрадовали – и он обрадовался. В таком случае человек не является самостоятельной, осознанной единицей. У такого человека нет самоконтроля. Ничего не должно тревожить внутреннее состояние и покой человека. Человек сам может выбирать, как реагировать на то или иное событие. Человек сам задаёт ритм своей жизни и настроения. И порядочный, осознанный человек не захочет иметь власть над вами. С точки зрения психологии, кто такой манипулятор? Манипулятор – это человек, который чётко и точно видит и чувствует слабость в другом. И на основе этого он всё равно принимает решение паразитировать, манипулировать и играть. В свою эгоистичную, корыстную пользу. Отодвигая на второй план мысль о том, что сейчас он идёт против совести. Как научиться принимать удары судьбы и не испытывать стресса? Человек испытывает стресс только потому, что был не готов. Если бы он был готов и знал приблизительный сценарий того, что будет происходить в стрессовой ситуации, имел бы приблизительный план действий, тогда бы и стрессовать-то особо повода не было. Есть действие, есть противодействие. Есть прошлый, проработанный жизненный опыт. Человек не сможет лишиться полностью стресса и страха. А это и не нужно. Это также защитные механизмы, которые могут уберечь от ненужных бед. Но минимизировать влияние стресса и страха вполне возможно через самоанализ работы над собой. Хотя бы один час в день нужно отложить все смартфоны и провести анализ с сегодняшнего дня и делать это каждый день, чтобы это вошло в привычку. Очень скоро при такой работе будут появляться результаты. Злость на людей уйдёт. Считаю, что нужно осознать и принять, что абсолютно любой человек, встречающийся на вашем пути, является продуктом его культуры, в том числе и я. Это воспитание, язык, научение, культура, внешность, рост, телосложение, голос, здоровье, детские психологические непроработанные травмы, которые постоянно носит с собой человек, порой даже всю жизнь, конструкция мозга у каждого индивидуально, центры агрессии в мозге. То есть какой-то человек более агрессивный, не по своей воле. У него конструкция мозга такая. И, конечно же, всё мною перечисленное влияет на поведение и на мышление. На мой взгляд, личности как таковой вообще не существует. Мы отображаем то, что впитали с нашей культуры. Жили бы в другой культуре, отображали бы её. Родились бы в Испании, были бы, скорее всего, обычным испанцем. Чтили бы их традиции, говорили с их же интонацией. Ничего нового и ничего необычного. Также хочу добавить, что конструкция мозга у людей может отличаться более чем в 40 раз. То есть это уже видовая разница. Это научно доказанные факты. На людей с менее совершенной конструкцией мозга более эффективно действуют зомбирующие программы. Типа алкоголя, телевизора и пропаганды. Как выстраивается иерархия? Почему у тебя никогда не было настоящих друзей? Почему твой успех будет раздражать других? Как научиться быть готовым к конфликту в любую секунду, при этом быть расслабленным и не париться? Как распознавать скрытые невербальные сигналы? Друзья, на моем телеграм-канале уже есть конкретные и подробные рекомендации. Все готово, все уже расписано в мельчайших подробностях. Всех жду и добро пожаловать!